Добрый вечер! Вы смотрите прямой эфир на телеканале Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях Игорь Александрович Винокуров, начальник территориального отдела номер 25. Госадомтехнадзора, старший административно-технический инспектор Московской области. Игорь Александрович, добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые жители Ленинского района! Сегодняшнюю нашу беседу я бы хотела начать с подведения итогов за 2014 год. Расскажите, пожалуйста, о вашей службе за этот период. С 2014 год, я вам скажу, что выдался нашей службе очень тоже непростой. Очень много было и проблем, и в Ленинском районе у нас проблемы были, и в Московской области, но административно-технический надзор прошел с какими-то результатами пришел. И наш конкретно территориальный отдел тоже пришел с какими-то результатами в чистоте, порядке и наведении. Я вот сравниваю каждый год, я когда подвожу итоги, я сравниваю предыдущий год и сколько лет уже прошло. Допустим, если брать 10 лет назад и сегодняшние требования, они совершенно по-другому отличаются. И вот то, что было 10 лет, я допустим, некоторые моменты с каждым годом уменьшаются и уменьшаются. Допустим, даже вот если мы возьмем операции такие, которые мы ловим нарушителей дачников в субботу-воскресенье вечерами или днем, которые выбрасывают на обочины эти мусорные пакеты наши по 20 литров или из Ашана там завязанные со своими отходами. Ну, сейчас таких вот за вечер, я раньше ловил по 10-12 человек и наказывали мы их, а сейчас я могу поймать только два. А иногда даже впустую можно так охотиться и впустую провести. Это что говорит? Это говорит о том, что у нас уже приходит какое-то сознание и жителей, и положительное. Но что-то свое дает. Конечно, штраф – это не самоцель, потому что наказываем за это, но достижение в работе. И достижение в том плане то, что людям приучаем к тому, кто это не хотел раньше сам самостоятельно, может быть, и делать. Ну, за 2014 год отделом у нас в отделе 7 человек, 7 инспекторами было проверено 1864 объекта, по которым выдано 676 предписаний и назначено 917 штрафов. На общую сумму я говорить не буду, на физических лиц – это 264 штрафа, на должностных – 99, и 554 – это на юридических лиц, которые не исполняли закон о благоустройстве в Московской области. Были назначены эти штрафы. Приведено, что самое главное, из этих 676 предписаний приведено в порядок 610 объектов по ранее выданным предписаниям. Это тоже результат, потому что на каждый объект это не месяц, может быть, и не два, а может и больше. Но кто знает, сталкивался, кто не выполняет требования предписания, получаются и УВД, и, может быть, даже иногда задействуется и прокуратура в нашей совместной работе, чтобы достичь цели. А цель у нас одна – это привести в порядок и чистота, порядок и благоустройство. Ну, что самое еще в 2014 году? Начали сотрудники использовать электронно-цифровую подпись. То есть сотрудники проходят рейды на газонах. Если автомобиль стоит, то это уже нарушение. И за это в городе Видном, и на территории, не будем говорить про Видном, я скажу про территорию Ленинского района, было выписано таких писем счастья, отправлено с начала июня месяца 286 писем. Это 286 нарушителей, которые стояли на газоне. На газоне, то есть Ленинского района, да. Ну, основной был упор, конечно, сделан на Видное. И эти, кто не оплачивает, кто не оплачивает, то у нас отдается это все судебным приставам. Судебные приставы скоро придут к тем нарушителям, которые получили это письмо и добросовестно проигнорировали этот штраф. Кто к вам придет, найдете где-нибудь себя в должниках. Или, как сейчас им позволено, снимут там что-нибудь. Ну, это их действие, я просто не знаю, как они там дальше будут действовать. Просто это все будет. И будет в следующем году, в 15-м, это будет продолжаться. Будет продолжаться. Не одна машина, потому что вал, общая масса обращений идет по этому. И мы видим, что машины ставить некуда, мы заезжаем на газоны, которые тратятся муниципальные деньги, сеют траву. А на следующий год, весной, там уже стоит автомобиль, раскуроченный, этот черный грунт, и выезжает через бордюры. Это мое, да, моя собственность. Но будет собственность. Первый раз, если он попался, то я выписываю, выписывается по закону одна тысяча. И дальше, если будут ущербы большие, то до пяти тысяч за одно такое машина. Машина-место, стоянка на газоне. И это будет продолжаться, я обещаю всем законопослушным, что это будет продолжаться. Кто ставит там, где положено автомобиль, а кто не ставит, тем будут получать этот. Вот это основные такие позиции, которые я хотел бы сказать. А где можно проверить, есть ли штраф на твою машину? Подъехать к нам в отдел территориальный и все узнать. Или позвонить по телефону 495-541-8100. Это ваше, правильно. Все документы существуют, которые записаны и подписаны цифровой электронной подписью. Спасибо большое за информацию. А я, насколько мне известно, с 1 января 2015 года принят новый закон о благоустройстве. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что изменилось, какие изменения в этом законе произошли. Андрей Юрьевич Воробьев, наш губернатор, подписал закон, который был подписан 30 декабря 2014 года. Перед сам, в канун самого нового года. Большая работа, конечно, предшествовала этому закону. Вышел он о благоустройстве. Он называется, так и называется, закон о благоустройстве в Московской области. Состоит он из 74 статей, в которых расписано, как должна содержаться территория, как должно содержаться садовое товарищество, как должно содержаться вертикальное какое-то озеленение, как должно кафе летнее, стационарные летние палатки с овощами, как должно быть, как должны площадки для собак, как автостоянки должны содержаться. Все расписано до мелочей. Каждому должностному лицу и в своей фирме, кто отвечает за, я думаю, что когда общаешься, то общаешься сначала с генеральным, а потом общаешься или с главным инженером, должны знать, потому что эта жизнь, этого закона затрагивает все деятельности нашей жизни, каждого предпринимателя, потому что мы должны жить в чистоте и порядке и следить за тем, что он имеет собственность, и не позорить лицо, допустим, не только себя, что ему люди идут, и так хорошо, но и чтобы лицо радовало других. Других, и вот в этом законе все это описано, потому что здесь установлены, какие границы территории к предпринимателям, к частным домовладениям. А значительные изменения? Здесь более конкретно расписано каждая. Были раньше там и должны депутаты, каждое муниципальное образование может принять свой нормативный акт, но ссылаясь на это, добавить свое. Просто расшифровать некоторое, да. И это надо сделать до 1 марта. Каждая знает, вот совхозь Ленина мне сегодня уже звонил, то, что они принимают уже совет депутатов завтра. Будут разговоры, начинать вести о этих положениях закона, чтобы сделать свои правила по благоустройству и поселения, чтобы, допустим, если к нерадивым, потом можно было свои... В каждом поселении есть свой принцип. Там не обязательно гололедными сыпать, противо там жидкими реагентами, можно мраморной крошкой, как вот допустим. Но это все можно описать, и это должно работать и действовать, чтобы другим каждый сам себе не сыпал и не лил то, что не положено. И в этом законе все. И подписал его Андрей Юрьевич, и дал добро, что мы уже приступили к нему, к работе с первого... вот с 12-го числа января мы работаем уже, опираясь на новый закон, да. Хорошо, спасибо. Большое за информацию. То есть, и можно ознакомиться с ним в интернете? Да, в интернете. Чистое, видное, это сайт. Я туда его, наверное, выложу, этот закон. Пускай, чтобы... Просто набираете «Чистое, видное РФ», и это сайт Государственного технодзора, который в Ленинском районе у нас здесь находится, мой отдел, и там будет этот документ, будет. Игорь Александрович, в городе Видное проходил рейд по уборке снега. И я бы хотела начать наш разговор с сюжета, который мы сняли, и чтобы вы прокомментировали уже более подробно нашим телезрителям, как проходит уборка снега в городе Видное. Давайте посмотрим. В связи с обильными снегопадами и принятием нового в Подмосковье закона о благоустройстве, сотрудниками Государственного технодзора был проведен рейд, чтобы выявить места, где недобросовестно убирают дороги и пешеходные зоны от снега и наледи. Начать решили с осмотра территорий возле торговых предприятий. Особого внимания удостоился сетевой магазин в 6-м микрорайоне. Здесь, кажется, снег не убирали с начала зимы. А сейчас, когда все стало таять, перед магазином образовались непроходимые лужи. Да и с вывозом мусора у этого предприятия большие проблемы. Конечно, ему было выписано предписание, и если они в срок не уберут территорию, на ней будет наложен большой штраф. Чтобы наши жители могли подойти к этим сетевым магазинам, потому что пользуются ими, и чтобы не было никаких травм. Вот это самое главное. И то существенное, чтобы комфортное жилье в городе Видном и в Ленинском районе, оно присутствовало. Но это не все проблемы 6-го микрорайона. Тротуар, который должны очищать работники ТСЖ микрорайона номер 6, находится в отвратительном состоянии. И почему они его не убирают, непонятно. Администрация городского поселения Видное уже не раз направляла письма, чтобы эта управляющая компания незамедлительно приступила к очистке своей территории. Но, похоже, эта проблема их не волнует. А стоит только уповать на то, что на них сможет повлиять Госадомтехнадзор. А вот в самом Видном уборка снега идет полным ходом. Основные улицы уже приведены в порядок. Незначительные проблемы остались лишь на второстепенных. Обратить внимание стоит на второстепенной улице, так как центральная улица у нас более-менее содержится. Но есть, что и проблема с погрузкой и вывозом снега. То есть дороги расчищаются, а вот снег не вывозится. В связи с этим происходит заужение проезжей части. Сужается полоса движения. Еще одна территория, где управляющие компании должны убирать снег – это детские площадки. К сожалению, в ходе рейда выяснилось, что винновские детские площадки полностью завалены снегом. И здесь не то, что детям невозможно проводить время, но и попросту людям передвигаться. Плюс ко всему на них сваливают собранные с придомовых территорий снежные глыбы. Все площадки обязательно должны после снегопада, как и тротуары, должны быть очищены до основания. А с железнодорожной станцией Расторгуева совсем беда. Руководство станции так и не сподобилось очистить свою территорию. Поэтому администрации города Видное пришлось нанимать компанию «Экотрансвидное», чтобы привести зону указ в порядок. В ходе рейда все места, где не убирают снег, взяты на заметку. Сотрудникам Госадомтехнодзора предстоит проследить за выполнением обязательств технических служб и предпринимателей. И если нарушители в срок не устранят проблему, они непременно будут наказаны. Юлия Погосян и Адамина Талибуслаева. Видное ТВ. Игорь Александрович, Ваша оценка. — Да, этот репортаж мы снимали. Ну, снимали мы его еще. Была утепель как раз вот между морозами. Вот такой получился момент, то, что слякоть. Очень все текло, и надо было срочно тогда после первого обильного снегопада это все убрать. Тогда как-то попытались это сделали мы, но снегопад. На то она и зима, что идет снег, и мы к этому готовы, и вот сейчас опять все завалило. И сейчас опять справляемся. Опять сейчас будет утепель, опять сейчас все поплывет, опять сейчас все растает, и опять будем мы ходить по лужам. Ну что, я вам скажу, вот по этому сетевому, по всем сетевым магазинам сотрудники отработали. Мне такое ощущение, что вот я посмотрел, мы проехали выполнение предписаний посмотреть, они говорят, да, нам, вот они, я вам скажу сразу, вот за одну такую акцию сотрудники на один магазин означается это минимум от 50 тысяч. Но в этом году как раз вот по-первыхому, первое их было наказание сетевого магазина за такое. Если такое повторится, то уже будет от 50 до 250. Такое уже будет наказание. Уже минимум уже нельзя, можно уже будет вилку расширять. Ну а за снег, естественно. У нас управляющие компании все, каждый отнекивается друг от друга, что это не мое, это город, да, город говорит, это управляющая компания. Мы вот с этим, как с этим тротуаром, когда шестого, Березовая шестую, наказали и компанию, и предупредили администрацию, но тоже. Но до следующего раза. Основная масса жалоб у меня как раз по этому тротуару, по улице Березовой. Вот как я снял этот репортаж, так по улице Березовой. Инспектор уже замучился бегать и показывать управляющей, ну по улице Березовой, управляющей компанией, какая там Березовая роща или как там называются они. Там чтобы, что ваше, а что не ваше территорию. Ну, добиваемся, каждый легче штраф заплатить иногда, они говорят, чем что-то убрать и сделать. Но мы поэтому принимаем все меры, которые позволены нам, чтобы они такое больше не говорили, чтобы было бы очень больно. Вот это я вам, жители, обещаю. То, что у нас станция, да, станция у нас железнодорожная, это такая же ситуация, что... Это очень проблемный участок. Проблемный участок, не то, что проблемный, потому что железная дорога большая, кто отвечает за каждый сантиметр? За платформу отвечает один, за станцию вокзала второй, заброшенный туалет третий, за ступеньки четвертый. И когда их вместе соберешь, не их вместе никогда не соберешь. Поэтому я даже выписываю все предписания, протоколы, конкретно отвожу в РЖД на Якунина, выписываем, и отвозим туда, как юридическому лицу. Со всеми документами, пускай разбираются сами у себя. Мы в четверых, пятерых, шестерых, я их тут не сведу, и каждому по сантиметру то, что они должны чистить и говорить, не буду делать. У меня с начала года уже на железную дорогу, на саму железную дорогу назначено уже четыре административных дела. Это я тоже много, потому что, да, ну начинаем, а за год это получится внушительная сумма. Я выполняю свою работу, они должны понимать это. Но это не только в зимнее время. Да, ну за то, что я ведь каждому протоколу даю еще предписание. Предписание выполняется, я отдаю его на выполнение те органы, которые это положено. А в какой срок должна управиться техника? То есть, например, вот обильный снегопад прошел. Вот это описано все в новом законе 191. В 191 законе, который о благоустройстве, это все описано. В первую очередь, противоглаголютными, как только снег-магопад, это спуски, пешеходные дорожки, так, как у нас и делается. В городе я выходил, специально и наблюдал за этим, так оно и делается. Что должно, вот что самое главное, то, что у нас вывоз снега должен производиться, производиться с территории всех, это включая и социально значимые объекты, это больницы, ну что еще, больницы, поликлиника, социально значимые объекты. Это в течение суток должен от них, школы, подходы к школам, ко всему, вот это, в течение суток должен после окончания снегопада очищаться. И вывоз с улицы, обеспечивающий с улиц и проездов, безопасность движения, основные наши магистрали, это советская, проспетленского комсомола, заводская, должен в течение трех суток произведен быть вывоз. С остальных территорий это пять суток, это включая детские площадки, когда почистят, ну, пять суток дается после окончания снегопада. Вот сейчас каждый, я вот вызываю к себе те компании, которые у нас убирают, и говорю, они уже считают часы даже, потому что, Игорь Александрович, вы не имеете права меня сейчас наказать, потому что еще не прошло пять суток. Трое суток. Вся Южка выжидает это время. Нет, они стараются, они стараются, они собирают их в кучи, как вот у нас на дорогах сейчас происходит, вот проспект Ленинского комсомола, советская улица, собирают в кучи. Вот мы начали, мы начали, сейчас вывезем. Ну, есть на то инспектор, чтобы принять это решение, потому что каждого уговаривать мы тоже не хотим. Совсем недавно проходил другой рейд, тоже посвященный в такой проблеме, как хоккейные площадки, вот в зимнее время. Давайте посмотрим в нашем сюжете, в каком состоянии они находятся. С самого начала стало ясно, в Видном расположена лишь одна хоккейная площадка, которая стоит на балансе городского центра спорта и которая соответствует всем стандартам безопасности. Здесь высокие бортики, освещение, натянутая сетка, чтобы шайба случайно не вылетела кому-нибудь в лицо, да и лед достаточно ровный. Конечно, есть свои недостатки. По мнению постояльцев, неплохо было бы установить теплые раздевалки и палатку с горячими напитками. Но в целом, эта хоккейная площадка удовлетворяет хоккеистов. Все устраивает, здесь все достаточно качественно. Хорошо, что есть, это уже главное. А вот остальные хоккейные площадки складывается такое впечатление, что бесхозные. Горожане сами пытаются их очищать, заливать. Но существует один фактор. Хоккейная коробка, если не следить за ее состоянием, со временем приходит в негодность. И возникает вероятность травматизма в результате поломки бортиков или неровности льда. А так как этими площадками в основном пользуются дети, растет статистика детского травматизма, что, конечно, недопустимо. На вопрос, почему городской центр спорта не возьмет на баланс все ныне бесхозные площадки, мы получили следующий ответ. Распределение идет с администрации, администрация городского поселения. Не передала нам эту площадку в оперативное управление. Получается, что в плохом состоянии видновских хоккейных площадок виновата городская администрация? А вот этот вопрос предстоит выяснить сотрудникам Госадомтехнадзора. И, несомненно, они это сделают. Виновники будут оштрафованы. И будем надеяться, что в следующем году горожане смогут в полной мере начать пользоваться хоккейными площадками. Есть нормы, которые должны соблюдаться по содержанию детских, спортивных, физкультурных и оздоровых площадок. И от этих норм отходить нельзя. То есть все площадки должны быть приняты на баланс. Они должны быть под постоянным контролем не только надзорных органов, но все-таки в первую очередь собственников, которые отвечают за эти площадки. Нельзя ничего сделать, ни покататься на чем, ни сыграть, ни вообще в хоккей. Только ли снежки или там еще что-нибудь. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ. Игорь Александрович, получается только одна хоккейная площадка пригодна для игры? Ну, мы просто проверили это. Просто видно, мы затронули малую часть. Мы проехали, всего у нас было полдня. За полдня сколько я смог, мы столько проверили. А вообще у меня инспектора ежедневно проверяют, и я не взял с собой эту статистику, сколько чего. Но самое, что удивительное, мы поняли вот после этого рейда, то, что одна единственная стоит на балансе, за которой следит и наблюдает у нас администрация. Городской спорт, который должен отвечать за это, которые должны следить за этим, чтобы это все было в том состоянии, в котором дети могли прийти и не пораниться, и должны играть. То мы когда вот снимали, ну не снимали, я имею ввиду, когда проверяли, дети подходят сами, а залейте нам лед, дяденьки. Вы в форме, вы все можете, залейте нам лед, ну. Ну, они старые площадки. Да, но эти площадки старые, но это можно было бы сделать, новую туда поставить, но это должен совет депутатов вместе с администрацией города должны это. По поселениям более-менее картина, там нету такого количества, там тоже по одной площадке, но там следят, просто она одна единственная, если на поселение, то в центре она... Да, в совхозе Ленина и везде, ну, я не только скажу, что в совхозе, в Булатниково новая площадка, тоже вот они успели, то, что была проверка, когда у меня весной, они снесли старую площадку, и успел совет депутатов вместе с администрацией установить новую площадку хоккейную, с раздевалками совсем там, ну не с теплыми, но такими, то, что можно. И это все на самом деле, это большой плюс и администрации, и жителям, конечно, потому что вы знаете, что губернатор у нас тоже в хоккей любитель поиграть, и он на это обращает особое внимание. И это будет неприглядный вид, если, конечно, и Ленинскому району всему, и всем депутатам, которые вот за этим, на эту площадку смотрят, кто от этого округа, потому что ходите, вы смотрите тоже на эту площадку. Ну надо принимать какие-то решения, надо находить компромиссы от чего-то куда-то, но дети ведь должны брыгать, а не чем-нибудь еще заниматься. Но это просто зависит от нас, от всех, от взрослых, что мы, не знаю. Ну, поэтому и существуют, может, такие мероприятия, и губернатор на это обратил внимание, просто, значит, видит, и мы докладываем, что есть такое, допустим, со всей области, если показать вот по такому, то он видит тоже, что собирается картина-то негативная. Поэтому каждый на своем месте должен за что-то отвечать, но если не хочешь отвечать, то поэтому, может, и существуют такие, как мы, чтобы прийти в форме и что-то выписать. Спасибо большое. Я хотела бы обратиться к вам с вопросами от жителей, которые поступают к нам. Ну, главная проблема здесь – паркующиеся машины на тротуарах. Это несколько адресов, и ПЛК, и заводская. Какие меры можно предпринять? Я понимаю, сегодня с пополняющей обязанности главой района Олег Владимировичем и Сгоевским, заместителем, и с Коршаковым, директором управляющей нашей компании, мы проводили совещание, в котором было проведено и высказано такое мнение. Мы не можем, они не могут убрать наши дорожные службы, убрать город, основные трассы, поэтому сгребают вот так нерадиво снег. Иногда получается, иногда не получается в эти кучи. Теперь будет такая, вышли с таким предложением ко мне, потому что в законе такое существует. Транспорт, мешающий уборке снега или вывоз мусора, может быть подвергнут административному собственнику этого транспортного средства. Если оно припарковано, что мешает подъехать машине для уборки или вывоза мусора, может подвергнуть быть административному взысканию. Поэтому у меня выходят инспектора, с завтрашнего дня на сайте администрации Ленинского района, на сайте администрации городской, будет обозначен график по улицам и по числам, когда и в какое время будет производиться уборка той или иной улицы. Механизированным способом, от снега. То есть будет график? График будет опубликован. И видновских, даже я просил сегодня опубликовать, чтобы было это опубликовано, чтобы жители все знали, в видновских вестях. И этот график, в этот график, когда будет опубликован, когда будет опубликован, и, ну, сейчас пока работы будут лететься, ну, я просто, зима еще не кончилась, у нас следующие снегопады, и мы на будущее уже. То, что в течение трех суток это будет все опубликовано на сайте администрации, будут выходить инспектора, и если в этот момент будет работать, и было это опубликовано заранее, то, чтобы в это время будет работать здесь техника, машины будут стоять, будут фотографироваться. Ну, убирать-то все равно мы будем, улицу мы никуда не денутся, дорожники-то, не мы, не я, дорожники никуда не денутся, они будут убирать. Но все письма счастья, как мы их говорим, со штрафами, с вашей машиной и с вашей помехой, как она будет зафиксирована, как она стоит, в какое время, будут присланы к вам домой в почтовый ящик, к собственнику, собственнику автотранспортного средства, не включая и грузовые, просто их нельзя, эвакуацию, я, тут сегодня был вопрос поднят, может его эвакуировать куда-то, ну, давайте мы начнем пока так, со штрафов, может поймем, может, а вдруг это, иногда это может и доходит, просто машина приехала, уехала, там пять минут, и он может уехать-то, я не против, но если она будет мешать в тот момент, когда его будет обходить трактор или лопатами под ним чистить, это тогда будут приниматься уже штрафные санкции. Так что вот так-то. Игорь Александрович, да, спасибо большое за информацию, спасибо, что пришли сегодня к нам, ну и давайте прощаться, всего доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин